Здравствуйте, уважаемые зрители! Представляем вам нашу работу Коморбидная патология больных с сахарным диабетом Особенность терапии Важность рассмотрения данной проблемы обусловлена растанием пандемии сахарного диабета На графике мы видим, насколько стремительны темпы роста За последние 10 лет заболеваемость увеличилась вдвое Опасными последствиями сахарного диабета являются его системные сосудистые осложнения являющиеся причиной инвалидизации и смертности больных с сахарным диабетом Особенного внимания заслуживают больные коморбидной патологии в лечении которых нередко приходится прибегать к поле фармакотерапии при которой не всегда учитываются межлекарственные взаимодействия способные провоцировать возникновение ядрогении Целью работы являлась оценка особенностей фармакотерапии больных с сахарным диабетом с коморбидной и сопутствующей патологией Исследование проводилось в городской клинической больнице номер 9 В нем приняло участие 64 пациента Средний возраст исследуемых составил 62 плюс-минус 8 лет Критериями включения являлись верифицированный сахарный диабет а также наличие коморбидной патологии Учитывались наличие осложнений, сопутствующие патологии других систем и органов а также назначенная пациентом терапия Средняя продолжительность сахарного диабета у исследованных больных 12 плюс-минус 4,5 года В структуре осложнений преобладает полинейропатия Чуть реже встречается нефропатия, еще реже диабетическая ретинопатия Хроническая ишемия головного мозга, а также ишемическая болезнь сердца распределились поровну, занимая около 70% в общей структуре осложнений сахарного диабета В структуре коморбидной патологии превалировала артериальная гипертензия Чуть реже встречаются ожирение, дислепидемия, неалкогольная жировая болезнь печени хронический пилонефрит, хронический панкреатит, хронический холецистит а также больные с холецистэктомией в анамнезе Также из сопутствующих заболеваний встречаются варикозное расширение вен нижних конечностей, хронический аутоиммун-тереодит эутериодный зоб, язная болезнь желудка, 12-перстной кишки хронический гастрит, поликистоз почек, гидрокаликоз, хронический цистит мочекаменная болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, а также бронхиальная астма Все исследованные пациенты получали сахароснижающую терапию 42% больных находятся на монотерапии, таблетированными сахароснижающими препаратами 37,5% получают комбинацию из двух препаратов и 3% больных три препарата 17% пациентов находятся на монотерапии инсулина Преимущественно сахароснижающей терапии осуществляется приемом бигуанидов производных сульфанилмочевины и введением инсулина На долю ингибиторов натрия-глюкозного транспортера 2 типа и ингибиторов дипептидилпептидаза 4 типа приходится меньшая доля Назначение адекватной гипотензивной терапии особенно важно так как наличие у больного артериальной гипертензии в сочетании с сахарным диабетом увеличивает риск сердечно-сосудистых исходов Комбинацию из двух препаратов принимало 72,4% пациентов Комбинацию из трех препаратов 7% На монотерапии находилось 26% больных Чаще всего назначаются бета-блокаторы Примерно с такой же частотой средства, влияющие на ремин-ангиотильзин-адлистероновую систему немного реже диуретики Некоторые классы антигипертензивных препаратов способны негативно влиять на эффективность таблетированных сахароснижающих препаратов что подчеркивает важность учета межлекарственных взаимодействий при назначении данных средств Для коррекции дисклепидемии больным рекомендованы статины или фибраты Пациентам с высоким риском тромбообразования рекомендован прием антиагрегантов а в некоторых случаях антикоагулянтов Не стоит забывать, что нередко для симптоматической терапии болевой составляющей тех или иных патологий больные прибегают к приему нестероидных противовоспалительных средств Терапия осложнений заслуживает особого внимания Для осуществления нейропротекции и улучшения микроциркуляции больным показан прием альфа-липовых кислот, витаминов группы В, ноотропов Пациентам с неалкогольной жировой болезнью печени рекомендован прием гепатопротекторов это урсофалк, гептрал, фосфоглиф По результатам статистической обработки данных обнаружено, что среднее количество препаратов рекомендованных к применению составляет от 3 до 9 Сами по себе бета-блокаторы способны маскировать основные симптомы гипогликемических состояний ухудшать функцию бета-клеток тем самым утяжеляя течение сахарного диабета В сочетании с производными сульфанилмочевины бета-блокаторы, маскируя симптом предвесения гипогликемии могут способствовать быстрому развитию гипогликемической комы Ингибиторы DPP-4 в комбинации с блокаторами бета-дрейно-рецепторов повышают риск развития ангионеротического отека По результатам клинических исследований комбинация ингибитора NGLT-2 и бета-блокаторов достоверно снижает частоту сердечно-сосудистых исходов К средствам, влияющим на ренин, ангиотензин, альдостороновую систему относятся блокаторы рецепторов ангиотензина, а также ингибиторы АПФ С блокаторами рецепторов клинических взаимодействий не обнаружено В то время как с ингибиторами ангиотензин превращающего фермента они разнообразны Все препараты данной группы потенциируют сахароснижающий эффект таблетированных сахароснижающих препаратов Прием метформина с перендоприлом приводит к улучшению липидного профиля крови и уменьшению частоты сердечных пароксизмов С лизиноприлом способствует снижению гормональной активности висцеральной жировой ткани тем самым оказывая дополнительное положительное метаболическое действие С аналоприлом и лизиноприлом наблюдается увеличение частоты случаев развития ангионевротического отека Но в то же время данная комбинация снижает прогрессию альбуминурии оказывая дополнительное ренопротективное действие При одновременном приеме ингибиторов АПФ и ингибиторов ДПП-4 наблюдается повышение концентрации бродикинина и субстанции П в крови что приводит к повышению риска развития ангионевротического отека Блокаторы кальциевых каналов требуют особенного внимания при назначении больным сахарным диабетом 2 типа так как способны уменьшать сахароснижающий эффект метформина и вилдоглептина Агонисты имидазолиновых рецепторов потенциируют сахароснижающее действие бюгуанидов и производных сульфанилмочевины увеличивают чувствительность ткани к ингибиторам НГЛТ2 Прием тиозийных диуретиков с инсулином чреват снижением его сахароснижающего эффекта в то время как взаимодействие с производными сульфанилмочевины потенциирует их сахароснижающее действие а прием с метформином увеличивает риск развития молочнокислого ацидоза Хотелось бы обратить внимание на взаимодействие петлевых диуретиков и антагонистов альдостерона с ингибиторами НГЛТ2 Повышенное выделение жидкости из организма приводит к повышению осмолярности плазмы что может спровоцировать возникновение гиперосмолярных состояний Говоря о средствах влияющих на липидный профиль необходимо отметить комбинацию аторвостатин-вилдоглиптин положительно влияющий на липидный профиль по сравнению с одновременным приемом аторвостатина с другими таблетирными сахароснижающими препаратами Что касается средств, влияющих на звено гемостаза большинство из них усиливают сахароснижающий эффект в большинстве средств При назначении больному с сахарным диабетом и подагрой алопуринолом стоит помнить о том, что последние потенциируют сахароснижающее действие производных сульфанилмочевины Нестероидные противовоспалительные средства, бесконтрольно принимаемые по поводу болевого синдрома усиливают токсическое влияние гипергликемии на клетки печени и почек Перейдем к выводам Во-первых, наличие сопутствующих заболеваний или осложнений приводит к необходимости назначения большого числа препаратов что, несомненно, отрицательно сказывается на комплоентности пациентов к приему данных лекарств Во-вторых, лекарственные средства обладают широким спектром межлекарственных взаимодействий потенциируя или, напротив, ослабляя действия друг друга Некоторые из них способны провоцировать различные осложнения и угрожающие жизни пациента состояния На сегодняшний момент отсутствуют убедительные данные по многим комбинациям и их возможных побочных эффектах Это затрудняет соблюдение принципа индивидуального подхода в назначении терапии пациентам с коморбидной патологией а, следовательно, является особенно актуальной темой для дальнейшего изучения И напоследок, врачам разных специальностей при назначении терапии следует принимать во внимание назначенное раннее лечение учитывая возможные лекарственные взаимодействия в рамках создаваемых комбинаций На следующих слайдах представлена используемая литература Ссылки на данные источники представлены в скобках соответственно каждой теме Спасибо за внимание